Давайте продолжать обсуждать всякие непрерывные функции. Мы сегодня поговорим про некоторую новую историю, про хорошие свойства непрерывных функций. В прошлый раз мы обсуждали, кто такие непрерывные функции, и как они определяются, и как они доказывают, что функция непрерывна. А в этот раз мы будем пожинать плоды своих трудов и докажем несколько теорем, которые говорят, что если функция непрерывна, то она обладает некоторыми хорошими и приятными для нас свойствами. Но на самом деле эти свойства обычно проявляются в той ситуации, когда функция не просто где-то непрерывна, а непрерывна на каком-то достаточно большом множестве, и хорошо бы, если это множество было бы отрезком. Давайте я дам некоторое формальное определение. Пусть у нас есть функция f. И есть какое-то множество x, принадлежащее область определения f. Я напомню, что так мы обозначаем область определения. Значит, d от f. И мы скажем, что функция f непрерывна на x. Но тут нет никаких сюрпризов, если она непрерывна во всех точках x. Для всякого x маленького из x большого, f непрерывна в точке x. До сих пор у нас было определение того, что такая функция непрерывна в конкретной точке. Значит, помните о определении непрерывности функции в точке? Нужно напомнить? Давайте. Да, давайте. Напомнить. Окей. Давайте я напомню. Значит, давайте я просто продолжу эту штуку. Значит, непрерывно в точке x. То есть, давайте я напишу для всякой точки x0 из x большого. f непрерывно в точке x0. То есть, это означает, что предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется f от x0. Предел функции в точке равняет значению этой точки. Значит, как правило, если множество x является не просто каким-то абстрактным множеством, а отрезком, то, как правило, возникает вопрос, что делать с граничными точками. Вот у нас функция определена, допустим, на каком-то отрезке. Но когда мы пишем вот такой вот предел, мы требуем, чтобы функция была определена в проколотой окрестности этой точки, то есть, и справа, и слева. Соответственно, что делать на границах отрезка? Там функция определена только с одной стороны. Ну и, естественно, там потребовать непрерывности только с одной стороны. Давайте я нарисую какую-нибудь иллюстрацию на эту тему. Вот, допустим, у нас есть какая-то функция, которая, скажем, задается таким образом. Скажем, на отрезке от 1 до 2, эта функция равна, допустим, x. А во всех остальных точках она равна, скажем, числу 3. Такая вот функция. Значит, это у нас x, это y, и вот это график y равняется f от x. Значит, у меня сейчас в примере, у меня сейчас f от x, это функция, которая равна x, если x принадлежит отрезку от 1 до 2. И числу 3 в противном случае, если x не принадлежит отрезку от 1 до 2. Соответственно, про такую функцию хочется сказать, что она на отрезке от 1 до 2 непрерывна. Но при этом, если я задам вопрос, непрерывна ли она в точке 1, то какой будет ответ? Значит, является ли такая функция непрерывной в точке 1? Нет. Не является. Тут явно виден разрыв. Разрыв типа скачок. У нас левее от единицы значение 3, а правее от единицы оно близко к единице. Здесь единица, здесь тройка. Но тем не менее, если мы как бы ограничим эту функцию только на отрезок от 1 до 2, то, в общем, мы совершенно не будем видеть никакого нарушения непрерывности. Мы увидим только вот этот кусочек, когда y равняется x. И там вроде в сумму все хорошо. Поэтому, как правило, и мы будем придерживаться такого же соглашения, значит, если x является отрезком, на границах этого отрезка требует одностороннюю непрерывность. То есть, если у нас x – это отрезок от a до b, то требуется, чтобы значение функции f в точке a равнялось бы пределу при x, стремящемся к a слева, и значение в точке b равнялось бы… Нет, неправильно я написал справа. Значит, значение в точке a в левом конце равнялось бы пределу справа нашей функции, а значение функции в правом конце равнялось бы пределу слева. Вот. Ну, вот в этом случае, если мы такое соглашение принимаем, то тогда вот эта наша функция оказывается непрерывной на отрезке от 1 до 2, и это нас полностью устраивает. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы по этому определению? Ну, давайте я для проверки задам такой вопрос. Значит, еще один пример. Пусть у меня функция f от x устроена так. Она равняется 1, деленная на x, если x не равен 0, и 0, если x равен 0. Значит, вот такая функция. Единица, деленная на x, если x не равен 0, и 0, если x равен 0. Значит, вот у меня картинка будет какая-то такая. Значит, это такая гипербола. И в точке 0 принимается значение 0 принудительным образом. Является ли эта функция... Является ли эта функция... Непрерывной на интервале от 0 до 1? Да. Является. Значит, на интервале от 0 до 1 она является непрерывной. Потому что она является непрерывной во всех точках этого интервала. Значит, вот здесь она непрерывна. На интервале от 0 до 1 – да. А на отрезке от 0 до 1? Нет. На отрезке от 0 до 1 не является. Вот. Значит, Григорий, можете уточнить свой вопрос, если он у вас еще актуален? Значит, на отрезке или на интервале что? Сейчас ровно то, как написано. Значит, вот про функцию из первого примера. Я утверждаю, что с точки зрения моего определения и с точки зрения всех практических приложений, которые нам нужны, она непрерывна на отрезке от 1 до 2. Но, например, на отрезке от 2 до 3 она не является непрерывной. Значит, вот здесь она будет непрерывной. Например, на отрезке от 2 до 3 такая функция не является непрерывной. Хорошо. Так, ну что. Есть еще вопросы по этому определению? Да, можете, пожалуйста, объяснить последний пример с интервалом и отрезком? Я не поняла. Значит, последний пример – это вот этот. Да. Сейчас, одну секунду. Смотрите, значит, что здесь утверждается? Значит, на интервале от 0 до 1 наша функция является непрерывной, потому что в каждой точке этого интервала функция единица, деленная на х, непрерывной. Ну, как бы, если х не равняется 0, то единица, деленная на х во всех этих точках непрерывной. Согласны с этим? Да. Вот, значит, проблема возникает в точке 0. Если я рассматриваю отрезок от 0 до 1, то это означает, что точка 0 у меня включается. Я должен в точке 0 тоже потребовать непрерывность, по крайней мере, одностороннюю. По крайней мере, вот слева непрерывность. Значит, но функция, которая определенная таким образом, не является непрерывной в точке 0 ни справа, ни слева. Потому что вот она уходит на бесконечность, когда приближается к 0 и... А, то есть, потому что мы включаем точку 0. Да-да-да, совершенно верно. Потому что мы включаем точку 0. Да, понятно. Ну, что, можно дальше идти, да? Слышно? Я вас слышу. Окей. Значит, сейчас мы будем обсуждать всякие функции, которые являются непрерывными на отрезке. Давайте докажем первое утверждение. Значит, теорема. Если функция f непрерывна на отрезке от а до b, то она ограничена на этом отрезке. Ну, что это означает? Значит, я напомню, что определение ограниченности для функции такой же, как для последовательности. То есть, существует такая константа c, что для всех значений x из этого отрезка от а до b, модуль f от x меньше, чем c. Значит, вот такая теорема. Давайте я сейчас начну с того, что приведу неправильное ее доказательство. Не знаю, насколько хороший это педагогический прием. Мне он нравится, но, может быть, он кого-то смутит. Вот. Но давайте я все-таки попробую, четко сказав, что это неправильное доказательство, его привести, а вы скажете, почему я неправ. Значит, неправильное доказательство такое. Значит, неправильное доказательство. Значит, мы недавно доказывали, что если функция имеет предел в какой-то точке, то она ограничена в некоторой окрестности этой точки. Мы знаем, что наша функция имеет пределы во всех точках нашего отрезка, потому что она непрерывна во всех точках отрезка. Ну, значит, она ограничена во всех окрестностях. Ну, значит, она ограничена. Значит, давайте я это напишу. Неправильное доказательство устроено так. Для всех х из отрезка АВ, f ограничено в некоторой окрестности х. Ну и, следовательно, раз она ограничена, так сказать, всюду, то значит она ограничена и на всем отрезке. Значит, верите ли вы в это доказательство? Ну, то есть, конечно, не должны бы верить, потому что я сказал, что он неправильный. Но вдруг. Если не верите, то можете ли вы, например, легко привести контрпример? Значит, идея такая, что функция f, давайте я напишу, я здесь съел один момент, значит, для всех х, f, давайте я напишу, f имеет предел в точке х. Следовательно, f ограничено в некоторой окрестности х, следовательно, ограничено на всем отрезке. Давайте я приведу контрпример. Контрпример такой, на самом деле он не совсем контрпример, потому что он, конечно, не контрпример к утверждению, но он контрпример к этому доказательству. Дело в том, что это доказательство нигде не пользуется тем фактом, что мы рассматриваем именно отрезок. Вот здесь могло бы быть не отрезок, а какое-нибудь другое множество. Например, интервал. Можете ли вы привести контрпример к этому утверждению, если бы вот здесь требовалась не непрерывность на отрезке, а непрерывность на интервале? Функцию 1 делить на х мы пока что рассматриваем. Да, вот только что рассмотренный контрпример, значит, можно рассмотреть функцию f от х, просто единица, деленная на х, на интервале, допустим, от нуля до единицы. Значит, мы знаем, что функция 1 делить на х не является ограниченной на интервале от нуля до единицы. Тем не менее, вот это рассуждение, которое я сейчас привел, прекрасным образом можно повторить и для интервала. Значит, вы можете взять интервал от нуля до единицы, взять любую точку этого интервала. Ваша функция будет ограничена в окрестности любой точки этого... Для всякой точки этого интервала найдется какая-то окрестность, в которой эта функция будет ограничена. Почему, тем не менее, она не является ограниченной на всем интервале? Ну, у нас таких интервалов бесконечно много, и мы не можем просто наибольше выбрать. Да, значит, дело в том, что она, конечно, ограничена на каждом интервале, на каждой окрестности. Но кем она ограничена? Для разных окрестностей разные. Вот на этом, вот на одном интервальчик, который я нарисовал, она ограничена какой-то одной константой c. Если я выберу интервальчик поближе к нулю, какой-нибудь вот такой вот интервальчик, она здесь будет ограничена какой-то другой константой. И среди всех этих констант нету одной универсальной, которая бы обслуживала сразу все точки. Поэтому вот такое доказательство не работает. Это важный пример, потому что довольно часто будет очень хотеться сделать какое-нибудь доказательство такого типа, что вот у нас локально функция обладает каким-то свойством в каждой точке, ну, значит, она должна как бы глобально обладать тем же самым свойством. В данном случае у нас функция локально обладает свойством ограниченности во всех точках, а глобально, если мы рассматриваем весь интервал, она не обладает свойством ограниченности. И это в какой-то мере такой ключевой вопрос анализа. Это история про переход от локальных свойств функции, от свойств, которые описывают поведение функции вблизи какой-то конкретной точки, к их глобальным свойствам, к свойствам на все области поделения или на каких-то больших кусках области определения. Вот. Ну вот первый пример проблемы, с которой мы столкнулись, но сейчас мы ее успешно преодолеем. Потребовав, чтобы мы рассматривали не просто оба какое множество, обязательно отрезок. Мы будем пользоваться тем фактом, что это именно отрезок. Как, понятно ли это история? Есть ли сейчас какие-то вопросы? Значит, максимум из ограничений для отрезка, но вот непонятно, почему для отрезка существует максимум из ограничений, для интервала нет. Потому что в крайних точках есть какое-то определенное значение. Ну, да. Но вот как бы сейчас мы попробуем это доказать аккуратно. Идея действительно какая-то такая, что вот у нас есть какие-то право-левые границы нашего отрезка, и вот как бы не возникает вот такого эффекта, как здесь, когда на границе может что-то такое странное происходить. Да, доказательство будет... Доказательство будет... Ну, доказательство будет не через верхнюю границу, доказательство будет такое от противного. Так, давайте я его приведу. Уже теперь настоящее доказательство. Доказательство звучит так. Давайте доказывать это противно. Пусть F непрерывно на отрезке AB, но не является ограниченной на этом отрезке. Но что означает, что они являются ограниченной? Вот у нас написано сверху определение ограниченности, но давайте напишем к нему отрицание. Значит, для всякого C найдется такой X. Поскольку X найдется для всякого C, то есть для разных C может быть разный X, я сразу напишу, что X зависит от C. Этот X обязательно будет принадлежать нашему отрезку от AB. Такой, что модуль F от X больше либо равняется C. Значит, это просто я записал отрицание к утверждению про ограниченность. Я сказал, что для всякого C найдется такой X, зависящий от C, из отрезка от AB, что модуль F от X больше либо равен, чем C. Давайте теперь сделаем такую штуку. Значит, рассмотрим такую последовательность. Поскольку я C здесь выбираю сейчас сам, значит, мне вот это утверждение сейчас дано. Я верю в то, что оно верно. Это означает, что я здесь могу C выбирать самостоятельно. Давайте будем выбирать C просто последовательно, последовательно натуральные числа. Значит, Cn равняется n. Тогда для каждого из этих ценов найдется свой X. Значит, давайте скажем, что Xn – это есть X от Cn, то есть это есть просто X от N. Значит, нашлась такая последовательность. То есть что фактически я говорю? Я говорю примерно следующее, что вот я буду выбирать все более и более высоко расположенные ограничения. И для каждого моего ограничения я буду подбирать такой X, чтобы значение функции F в этой точке X было бы больше, чем мое ограничение по модуру. Как вы думаете, что я теперь хочу дальше сделать? Значит, я хочу прийти к противоречию с тем фактом, что функция непрерывна. Ну, значит, у нее есть предел? Да, у нее есть предел, только вопрос в какой точке. Ну, как бы у нее есть предел в любой точке. Ну, вот мне сейчас хочется что-то сделать вот этой последовательностью. Как бы идея такая, что, смотрите, у меня получилась последовательность значений X таких, что значение функции становится все больше и больше. Значение функции оказывается неограниченным. Ну, вот как это устроено. Давайте я еще раз картинку нарисую. Вот у меня есть отрезок от A до B. И я выбираю какое-то ограничение. Например, C равняется 1. Нашел значение X1. Нашел значение X1 такое, что на графике функции эта точка лежит выше, чем C. Выше, чем единица. Потом взял C, равное 2. Нашел какую-то точку X2, такую, что на графике функции, соответственно, точка лежит выше, чем C равняется 2. И так далее. Значит, вот я хочу прийти к противоречию с тем фактом, что функция непрерывная. Для этого мне хотелось бы… Вот, смотрите, если бы так оказалось, что вот эти вот X, они куда-то сходятся. Если бы оказалось, что у последовательности X есть предел. Тогда, что бы мы сказали? Если бы был предел какой-то, X бесконечности. Вы сказали, что в окрестности этого X бесконечности все значения сходятся к какому-то конкретному C. Да, а с другой стороны, они должны уходить там на бесконечность. Вот, и поэтому вот так не бывает. Но проблема в том, что нам никто не обещал, что эта X бесконечность существует. Что тогда можно сделать? Значит, у нас последовательность совершенно не обязана никуда сходиться. Она может вот как-то бегать по этому отрезку вправо-влево, как хочет. А мы очень хотим сделать так, чтобы она сходилась. Как это сделать? Какие у нас есть теоремы на эту тему? Ну, у нас эта последовательность ограничена. Значит, можно выбрать монотонную, и она будет сходиться. Да, возрастание любого. Да, давайте по теореме Бальцана-Вирштрасса просто скажем, что есть сходящаяся подпоследовательность. Значит, по теореме Бальцана-Вирштрасса существует... Ну, давайте я скажу просто. Существует сходящаяся подпоследовательность. Значит, у нас существует такая подпоследовательность XNKT, которая сходится к какому-то X бесконечности. Значит, почему мы можем теореме Бальцана-Вирштрасса применить? Ну, потому что у нас все X находятся от A до B, а последовательность X ограничена. Без параллельность? Значит, у нас все XN-ты лежат от B до A. Вот. Ну, и, собственно говоря, почти все. Значит, давайте посмотрим. Что вы можете сказать теперь про X бесконечности? Значит, я хочу сказать, что X бесконечности тоже лежит на том же самом отрезочке. Почему так? Значит, как мы доказываем, что X бесконечности тоже лежит на этом отрезке? Просто предельный переход в неравенство. Значит, мы знаем, что для всех точек X-ты выполняется вот такое неравенство. X-ты больше либо равняется A и меньше либо равняется B. Ну, значит, переходя к пределу, для предельной точки выполняются те же самые неравенства. Ну, хорошо, теперь смотрите. Что можете сказать про F от XN-ты? Точнее, F от XN-каты. Ну, что предел в этой точке? Я хочу сделать два противоречия друг к другу утверждения про F от XN-каты. Одно утверждение про его модуль. Какое утверждение про модуль я могу сделать? Точнее, про сам XN-каты они пока еще не будут противоречиями друг к другу, но придем к пределу и будут. Значит, что вы можете сказать про F от XN-каты, прямой модуль? Ну, больше C какого-то. А, какого? Значит, C у нас как выбирается? Ну, C от XN-каты. Ну, да, но почему оно равно? C N? Чему оно равно C N? Ну, точнее, не C N, а C N-каты в таком случае. Чему оно равно? N-катому. N-катому. Просто N-катому, да. Значит, модуль F от XN-каты больше либо равняется N-катому, потому что как раз N-каты – это номер элемента в нашей последовательности, а мы выбирали просто C равного N. Значит, у нас каждый раз X выбирается, очередной X, он выбирался так, чтобы модуль F от X был бы больше, чем номер этого самого X. Значит, и это самый N-каты. Про N-каты мы знаем, что он стремится к бесконечности. У нас по определению подпоследовательности индексы подпоследовательности обязаны стремиться к бесконечности. А с другой стороны, что вы можете сказать про предел при стремящемся к бесконечности F от X N-каты? Теперь уже надо воспользоваться непрерывностью. Значит, почему вот эту штуку вернули? Ксения, правильно понял вопрос? Да, правильно. Смотрите, значит, мы выбирали… Значит, как мы выбираем точки X N? Мы их выбираем так. Мы говорим, давайте возьмем C равное единице. Точка X1 – это такая точка, в которой значение функции F больше либо равно единице. Дальше мы выбрали C равняется 2. Точка X2 – это точка, в которой значение функции больше либо равняется 2. И так далее. Для каждого значения C, которое мы выбираем просто натуральными числами, обязательно найдем X такое, что значение функции в этой точке X будет больше, чем это самое наше C. Просто в силу того, что мы предположили отсутствие ограниченности. Ну, не значение самой функции, а значение модуля, конечно. И я, значит, когда я говорю, опускаю этот модуль, а здесь он написан. Значит, теорема BV – это я сократил Бальцан-Эверштрассе. Можно еще раз, для чего мы выбирали сходящуюся подпоследовательность? Значит, сходящуюся подпоследовательность мы выбрали для того, чтобы у нашей последовательности XNKT был бы предел. Сейчас мы этот предел используем. Я до этого шага еще не дошел. Вот я буквально замер на пороге. Сейчас мы им воспользуемся. Так как последовательность XNKT, там должно быть XNKT ограничено. Сейчас. У меня изначально была последовательность XNKT. После этого я выбрал из нее подпоследовательность. Образовалась последовательность XNKT. Значит, я знаю, что F от XNKT, значит, NKT – это мой новый индекс. Значит, я знаю, что F от XNKT больше либо равняется NKT. Не совсем пока понял вопрос. Где под теоремой Верштрассы, там в скобочках, так, последовательности XNKT ограничено. А меньше XN, меньше P. Да, ну правильно. Потому что у теоремы Бальсана-Верштрассы есть требование. Ограниченность моей исходной последовательности. Значит, вот это вот в скобочках относится к тому, что теорема Бальсана-Верштрассы к нашей последовательности XNKT, в принципе, применима. А второй пункт в ней мы выбираем так, что она должна быть монотонна. Поэтому мы из XNKT как бы искусственно выбираем последовательность XNKT, чтобы ее значения были монотонны. Сейчас. Смотрите, я ничего не утверждал про монотонность последовательности XNKT или XNKT. Это меня не интересует сейчас. Можно выбрать монотонную подпоследовательность, но это совершенно не то, что меня сейчас интересует. Значит, мне важно то, что XNKT — это подпоследовательность. То есть, в частности, номера NKT стремятся к бесконечности. Можешь вопрос. Тогда в последней строчке вы написали предел с XNKT, стремящийся к бесконечности. Там скорее NKT, стремящийся к бесконечности. Нет? Ну, нет. Ну, как бы то, что написано, является корректным. Непонятно. Если бы я написал NKT, стремящийся к бесконечности, непонятно, что бы я имел в виду. Вот в таком выражении параметр, который можно менять, — это K. После того, как K задано, определено, кто это такое NK. Поэтому здесь написан как раз правильный предел. То есть, у нас меняется K, в зависимости от K меняется NK. K — это номер элемента подпоследовательности. В зависимости от K меняется NK, это номер этого же элемента, только в исходной последовательности. И, соответственно, мы дальше можем понять, чему этот элемент равен. Так что нет, здесь правда написано. Так, сейчас, я не помню, я доответил, Ксения, я доответил на ваш вопрос о том, почему вот это неравенство выполняется. Да, 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 понятно, спасибо. — Ну, как бы, на самом деле, я могу сказать вот что, я могу сказать, что на самом деле мои NK, они на самом деле всегда больше либо равны N. Потому что, ну как, вот у меня была моя исходная последовательность, я из нее выкидывал какие-то элементы. Понятно, что у меня нумерация от этого сдвинулась, так сказать, скорее в сторону уменьшения. То есть, когда я перехожу от новой нумерации к старой, то у меня номера только могут только возрасти. Значит, вот такая штука всегда верна. Вот, поэтому... — И N больше нуля? — М? — N больше нуля нет? — Ну, N больше нуля, да. N у меня натуральные числа, да. И NK тоже натуральные числа. — Хорошо. Итак, давайте посмотрим на вот этот предел. Чему он равен? — Бесконечности. — С одной стороны, он должен быть равен бесконечности в силу вот этого условия. А с другой стороны, я знаю, что функция f непрерывна. А еще я знаю, что X NKT сходится к X бесконечности. Что теперь нужно сделать, какой вывод можно сделать из этих двух фактов? — У нее два предела? Нет. — Да, а какой второй? — f от X NKT. — f от X NKT — это явно не предел, потому что здесь k стремится к бесконечности. — Да, f от X бесконечности. Значит, должно бы, по идее, еще быть вот так. Так как X NKT сходится к X бесконечности, f непрерывно в точке X бесконечности. Значит, f от X бесконечности — это совсем даже не бесконечности, это какое-то конкретное число. Но вот мы пришли к противоречию. С одной стороны, модули f от X NKT должны расти, быть больше, чем любое ограниченное число. А с другой стороны, предел должен равняться какому-то конкретному числу. Так не бывает. — А почему мы утверждаем, что у нас f от X бесконечности — это какое-то конкретное число? — Ну как, смотрите, я изначально предположил, что у меня функция f определена на отрезки от A до B. X бесконечность лежит на этом же самом отрезке. Но что означает, что функция определена? Это означает, что она в каждой точке отрезка принимает какое-то конкретное числовое значение. У вас функция не может принимать значение равное бесконечности. Она может стремиться к бесконечности, но она не может принимать значение равное бесконечности. Ну давайте я напишу так, вот это утверждение, я назову его звездочкой, значит звездочка говорит, что функция f не является ограниченной ни в какой окрестности точки x-бесконечности, вот это условие, потому что у нее есть предел, говорит об обратном. Ну и все, после того, как мы пришли к противоречию, теоремы доказаны. Давайте посмотрим на все доказательства, значит нужно ли еще что-то про него сказать? Можно вопрос, у нас утверждение, мы хотим для всех c, ну, найти, а потом мы выбираем какую-то сами последовательность. Не может ли быть такого, что мы какой-то c не рассмотрели и утверждение все-таки работает? Смотрите, значит, вот это утверждение, которое нам дано, значит, это как устроена логика. Значит, мы предположили, что функция не является ограниченной. Если она не является ограниченной, то вот такое утверждение верно. Дальше мы это утверждение можем эксплуатировать. Нам его не нужно проверять, нам, наоборот, нужно им пользоваться. Если мы им пользуемся, то это означает, что мы можем выбирать c, какой хотим. Нам не нужно проверить, что для всех c что-то там выполняется, наоборот. Мы можем выбирать c по собственному желанию, и нам генерируют вот такие иксы. То есть мы не доказываем утверждение, мы хотим просто найти противоречие. Поэтому утверждение было неверно. Ну да, значит, логика такая. Мы доказываем от противного. То есть это означает, что мы предположили, что неправда, что функция непрерывна. Простите, мы предположили, что функция непрерывна, но не является ограниченной. Значит, если она не является ограниченной, то верна вот эта штука. Дальше мы эту штуку используем для того, чтобы сделать некоторую конструкцию. И после этого приходим к противоречию. Выясняется, что если бы вот это было верным, то мы пришли бы к противоречию. Ну, значит, это неверно. Значит, вопрос, почему икс бесконечности – это какое-то конкретное число. По тереме Бальца на Верштрассе у нас есть последовательность иксов. Все иксы лежат на отрезке от а до b. Значит, это последовательность ограниченная. У ограниченной последовательности есть сходящаяся подпоследовательность, как мы доказывали по тереме Бальца на Верштрассе. Помните, там делили отрезок пополам, выбирали половинку, на которой лежит бесконечно много членов последовательности и так далее. Вот она нам тут пригодилась. Значит, мы знаем, что мы можем выбрать сходящуюся подпоследовательность. Она будет сходиться к какому-то конкретному числу. К какому – я не знаю, но я это число обозначил через х-бесконечность. Значит, Егор, не совсем понимаю ваш вопрос. Значит, почему мы перешли от Бальца на Верштрассе к выбору подпоследовательности? Теорема Бальца на Верштрассе в точности утверждает, что существует подпоследовательность, которая имеет предел. Теорема Бальца на Верштрассе утверждает, что из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Это мы и используем здесь. Давайте еще вопросы. Хорошо, давайте я тогда вам вопрос задам. Скажите, а почему это доказательство не проходит для интервала? В каком месте оно ломается, если мы попытаемся использовать ровно те же самые рассуждения для интервала? Казалось бы, вот у нас все по идее должно работать. Теорема Бальца на Верштрассе работает, потому что если все элементы последовательности лежат на интервале, то последовательность все равно ограничена. Значит, эта оценка работает. Эта оценка тоже должна работать. Где это доказательство ломается, если мы вместо отрезка будем использовать интервал? Мы не можем получить оценку на x и бесконечность. То есть мы не можем сказать, что оно меньше или равно b нет? Да, совершенно верно. Вот в этом месте ломается наше доказательство. Значит, если бы у нас здесь были строгие неравенства для всех элементов последовательности, мы про предельную точку все равно могли бы сказать только вот это утверждение. Но если бы мы про функцию знали бы только ее непрерывность на интервале, то есть для строгих неравенств здесь, то это бы означало, что мы не можем сделать вот этот шаг. Потому что не факт, что вот эта штука вообще существует. А если существует, то не факт, что вот это стремление к ней верно. Потому что не факт, что функция непрерывна в этой точке. Но благодаря тому, что у нас именно отрезок, благодаря тому, что концы включаются, мы можем сделать вот этот предельный переход в неравенство. Смотрите, если бы мы доказывали, если бы мы попробовали бы доказать, использовать то же самое рассуждение для доказательства этой теоремы для интервала, для доказательства неправильного утверждения, Могло бы так случиться, что вот эта наша точка x-бесконечность лежит не на самом интервале, а лежит где-нибудь на его концах. Допустим, вот здесь в единице или, наоборот, здесь в нуле. При этом, если бы мы изначально предполагали, что f непрерывно не на отрезке, а только на интервале, тогда мы не могли бы сказать, что функция непрерывна в конечной точке этого интервала, в граничной точке. И ничего бы не сработало. Потому что вот этот переход бы не сработал. Нам важно то, что мы не можем, переходя к пределу, мы не можем выйти за границы отрезка. Вот выйти из интервала мы можем. Мы можем оказаться в граничной точке интервала, которая самому интервалу не принадлежит. А выйти за границы отрезка мы не можем. Хорошо. Так, давайте, давайте я докажу еще одно утверждение. Давайте я докажу еще одну важную теорему. Теорему а корня непрерывной функции. Значит, пусть f непрерывно на отрезке от а до b. И на концах отрезка имеет разные знаки. На концах отрезка принимают значения разных знаков. Я запишу это так. f от а умножить на f от b меньше нуля. Это эквивалентно тому, что на концах отрезка разные знаки. Давайте я нарисую картиночку. Вот у меня есть какая-то функция, у меня есть какой-то отрезок. И я утверждаю, что у меня значение функции, например, в точке а отрицательно, а в точке b положительно, что-нибудь в таком роде или наоборот. Я утверждаю, что тогда существует точка c, принадлежащая отрезку от а до b. Такая, что f от c равняется нулю. Ну, то есть, что это означает? Это означает, что вот у меня есть моя непрерывная функция, она как-то, у нее есть какой-то график, и обязательно найдется точка, может быть, и не одна, но, по крайней мере, одна точно найдется, в которой функция обнуляется. То есть, иными словами, двигаясь непрерывно из отрицательных значений в положительное, мы в какой-то момент должны принять значение, равное нулю. Никак мы не можем перейти из отрицательной полуплоскости в положительную полуплоскость, не пересекая горизонтальную ось. Значит, теорема выглядит совершенно очевидной, потому что, ну, потому что, если мы думаем про непрерывную функцию, как про функцию, которую можно как-то нарисовать, значит, график, который можно нарисовать, не отрывая карандаша от бумаги, такую непрерывную кривую нарисовать. Ну, понятно, что вот где-нибудь да пересечем. Хоть как-то, как ни двигайся, все равно мы должны пересечь горизонтальную ось. Но, тем не менее, формальное доказательство этой теоремы требует некоторых усилий. Значит, давайте я ее докажу. Давайте даже прежде чем доказывать, давайте я приведу пример, который показывает, что утверждение про непрерывность здесь по делу. Если функция не является непрерывной, то утверждение теоремы неверно. Ну, давайте представим себе какую-нибудь такую картинку. Значит, вот у меня есть, например, функция, которая принимает значение, скажем, вот у меня есть отрезочек от единицы до двойки. Давайте даже не до двойки, а до тройки. И можно представить себе функцию, которая, например, равняется x для всех точек до 2 включительно, а дальше она равняется, например, минус x. Вот такую вот функцию. Значит, f от x равняется x, где x не превосходит 2, или минус x, где x больше 2. Вот здесь видно, что, несмотря на то, что функция принимает значение разных знаков на концах отрезка, значит, никакого корня у нее нет. Утверждение про непрерывность тут по существу. Давайте теперь докажем нашу теорему. Доказательство будет использовать тот же прием, который использовался в доказательстве теорема Бальцана-Верштрасса, а именно деление отрезка пополам. Надо сказать, что здесь этот прием еще более по делу, чем в доказательстве теорема Бальцана-Верштрасса. Теорем Бальцана-Верштрасса, как мы выяснили, можно и без него доказывать. А вот эту штуку очень приятно доказывать именно так, и других доказательств я не знаю. И главное, что это доказательство используется на самом деле. Если вам нужно отыскать корень непрерывной функции, то можно действовать в соответствии с тем алгоритмом, который мы сейчас запишем. Значит, смотрите. Давайте я скажу вот что. Возьмем середину отрезка. Давайте я обозначу наш исходный отрезок от А до Б, обозначу его через И1. Значит, пусть вот этот отрезок называется И1. Я возьму середину этого отрезка. Давайте я буду рисовать новую картинку. Значит, вот у меня был изначально какой-то отрезок от А до Б. И он же называется отрезком И1. Теперь я взял середину этого отрезка. И давайте как-нибудь ее обозначу. Пусть она называется точкой Х1. Значит, вот у меня есть точка Х1. Значит, вот у меня было значение здесь, допустим, отрицательное, а здесь положительное. И есть три варианта. Значит, первый вариант. f от Х1 равняется нулю. То есть мы, просто выбрав середину моего отрезка, попали в точку, в которой является корнем моей функции. Тогда все доказано. Значит, положим, c равняется Х1. И все. На этом все закончилось. Второй вариант – это то, что у f от Х1 значение не ноль. Но если оно не ноль, тогда оно либо положительное, либо отрицательное. При этом обязательно, значит, если мы теперь рассмотрим две половинки нашего исходного отрезка, левую половинку или правую половинку, то обязательно на какой-нибудь из этих половинок функции имеют разные знаки на концах. То есть, например, если у меня точка, значит, если у меня все как на картинке слева, в левом конце отрезка исходного АВ в точке А значение отрицательное, в точке Х1 значение положительное, в точке В значение положительное. Тогда у нас есть левая половинка, на которой знаки функции на концах отрицательные. Значит, вот здесь, на которых знаки различные, знаки функции различные. Значит, если бы наоборот так оказалось, что значение f в точке Х1 отрицательное, тогда у нас есть другая половинка, у которой тоже на концах значение разного знаков функции принимают. Значит, второй вариант – это хотя бы, ну даже не хотя бы, а ровно. Значит, на одной из половинок функция принимает разные знаки на концах. Значит, принимают значения разных знаков. Обозначим эту половину через И2. Значит, ну вот, например, для той картинки, которая у меня сейчас нарисована, у меня в качестве И2 должна быть правая половина. Значит, вот это будет И2. Что я дальше сделаю? То же самое. То же самое. Снова разделю этот отрезок пополам. Значит, вот здесь у меня будет какая-то точка Х3. И снова сделаю ту же самую процедуру. У меня теперь уже на отрезке И2 выполняется то же самое условие, которое было изначально. Я могу повторить ту же самую процедуру для этого отрезка. Выбрать половину, выбрать ту из половинок нашего отрезка, на концах которой функция принимает значение разных знаков. Значит, повторим для нее те же шаги. Возьмем середину, выберем ту из половинок с разными знаками на концах. Мы получили последовательность вложенных отрезков. Значит, у нас был отрезок И1, в него вложен отрезок И2 и так далее. Длины этих отрезков стремятся к нулю, потому что они каждый раз уменьшаются вдвое. Значит, как мы доказывали, существует точка С, которая является пересечением всех этих отрезков. То есть смотрите, что я хочу сделать. Я хочу поймать мой корень, как я его ловлю. Но вот я вижу, что у меня функция изначально принимала значение разных знаков на моем исходном отрезке. Делю этот отрезок пополам. Выбираю ту из половинок, на которой, по моему мнению, этот корень лежит. А именно такой, что для этого отрезка тоже значение разных знаков. И так далее. Я каждый раз выбираю тот отрезок, на котором мой корень лежит. Ну, по крайней мере, я верю в то, что это корень. Я сейчас докажу, что это действительно корень. В конечном итоге я вот путем последовательного такого выбора отрезков поменьше, 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 прихожу к какой-то одной точке С. Давайте докажем, что точка С действительно корень. Значит, докажем, что С корень. То есть f от С равняется нулю. Ну, смотрите. Если смотреть на ту картинку, которая нарисована, то смотрите, что у меня будет происходить. У меня изначально в левом конце принималось значение отрицательного знака. Но тогда во всех левых концах тех отрезков, которые я буду строить, значение будет тоже приниматься отрицательного знака. А в правых концах, наоборот, будут приниматься значения положительного знака. Сейчас проверим. Значит, у нас точка С какая-то существует. Причем, если вы помните, как мы доказывали теорему про существование этой самой точки С, мы знаем, что левые и правые концы наших отрезков сходятся к этой самой точке С. Ну, давайте я обозначу. Пусть у меня икатая называется лкатая, ркатая. Значит, я просто обозначил буквами лкатая и ркатая левый и правый конец нашего отрезка. Можете прояснить запись после существует С? Значит, существует такое С, что пересечение всех отрезков иката, значит, это такое большое пересечение, большой знак пересечения, как бывает большая сумма, а это большой знак пересечения по всем натуральным значениям k от ик. То есть это множество тех точек, которые принадлежат всем отрезкам ик. Я утверждаю, что это множество совпадает с единственной точкой С. Вот, значит, если теперь обозначить, сказать, что у отрезка икатого левый конец называется лкатой, а правый ркатой, то лк стремится к С и рк стремится к С. Значит, мы, когда доказывали соответствующую теорему о том, что вот эта точка С, единственное, мы доказали, что левая граница стремится к С и правая граница стремится к С. Ну, давайте теперь рассмотрим такую штуку, смотрите. Что вы можете сказать про f lкаты умножить на f rкаты? Что вы можете сказать про знак этой штуки? Меньше нуля. Он абсолютно точно меньше нуля. Значит, мы договорились с тем, что как только мы встретим ноль, если вдруг одна из наших точек серединок отрезков окажется точкой, в которой функция принимает значение ноль, то на этом мы процесс остановим просто потому, что дальше не нужно. Вот мы нашли наш код. А с другой стороны, мы выбирали эти отрезки так, чтобы знаки были разные на концах. Поэтому это произведение обязательно меньше нуля. Давайте теперь перейдем к пределу. предел при к стремящемся к бесконечности f от lкаты на f от rкаты. Значит, чему равняется вот такой предел? Это есть произведение пределов, если эти пределы существуют. Теорема влажных отрезков так и называлась, теорема влажных отрезков или ляма влажных отрезков. Я использую теорему о пределе произведения, но для этого мне нужно, чтобы вот эти пределы существуют. Они существуют. Потому что функции непрерывны. И lкаты и rкаты куда-то стремятся. Значит, lкаты стремятся к c, rкаты тоже стремятся к c. Значит, к чему стремится все это произведение? Точнее, к чему равно все это произведение? Почему минус c квадрат? Не, непонятно почему. Нет, про c тоже непонятно. Смотрите, у нас стремятся сами концы отрезков. А у меня значение функции. f от c в квадрате. Значит, это есть f от c умножить на f от c. И вот тут мы пользуемся непрерывностью. Значит, это есть f от c в квадрате. Но смотрите, у нас все допредельные значения f вот этого произведения были меньше нуля. Ну, значит, предельное значение будет меньше либо равно нулю. Теперь смотрите, что мы выяснили. Мы выяснили, что f от c в квадрате меньше либо равно нулю. В каком случае такое может быть, чтобы квадрат вещественного числа был бы меньше либо равен нулю? f от c равно нулю. Когда оно равно нулю? Никаких других вариантов нет. Можно еще раз повторить? Нет, меньше либо равно нулю. Почему вот это неравенство выполняется? Смотрите, мы выбирали lk и rk так, чтобы функция принимала значение разных знаков в этих самых точках. lk и rk это концы нашего отрезка. А отрезок выбирался каждый раз так, чтобы функция понимала значение разных знаков на его концах. Это означает, что для всех k вот это выполняется. Ну и вот если вот такое неравенство выполняется для всех k, то значит соответствующее же неравенство, но только вместо строгого не строго, выполняется для предела. Предельный переход в неравенство. Все члены последовательности отрицательны, значит предел не может быть положительным. Он может быть равен нулю, но не положительный. Угу, я понял. А почему у нас вот f от lk и rk было строго меньше нуля, а потом мы говорим, что у нас предел не строг? Потому что предельный переход в неравенствах не... Потому что строгие неравенства не выдерживают предельный переход. Потому что когда мы делаем предельный переход, у нас может так оказаться, что все элементы последовательности были меньше нуля, строго, а предел равен нулю. Такое бывает. То есть независимо от знака изначального, у нас предельный переход там становится не строго. Да, 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 совершенно верно, да, совершенно верно. Можно еще раз, почему f от c равно нулю? Смотрите, мы про f от c выяснили такой замечательный факт. Мы выяснили, что его квадрат, будучи равен вот такому пределу, меньше либо равен нулю. А с другой стороны он квадрат. Да, все, да, понятно, все. Поэтому он равен нулю. А можно вопрос? Почему мы делаем такой красивый переход от строгого неравенства к тому, что меньше либо равно нулю? Ну, предельный переход в неравенствах так работает. Мы знаем, что все элементы моей последовательности, вот такой последовательности, строго меньше нуля. Ну, значит, про предел мы можем сказать, что он меньше либо равен нулю. Ну, бывает такое, что все элементы последовательности отрицательны, а предел равен нулю. Например, последовательность минус единицы зеленой на нулю. Спасибо. Понятно. Ну, на самом деле, как бы идея, вот эта вот штука, это, мне кажется, некоторая, даже некоторая слишком математизированная вещь. На самом деле, идея очень простая, смотрите. Вот если посмотреть на эту картинку, то у нас есть последовательность точек. Ну, вот представьте себе, что мы дальше продолжали бы этот процесс. У нас бы слева функция принимала бы вот в этих точках, в концах отрезков всегда отрицательное значение, а справа она принимала бы всегда положительное значение. И при этом эти две последовательности, они бы стремились друг к другу. Ну, поэтому вот к той точке, к которой они стремятся, она, с одной стороны, должна была бы быть не отрицательной, но, с другой стороны, она должна была быть неположительной. Ну, значит, она равно нулю. Так, ну что, еще вопрос? Несколько, как бы, корней на вот этом отрезке. То есть мы, как бы, уменьшаем отрезок или просто... Теорема ничего не говорит про то, сколько их. Она говорит, что корни существуют. И выдает некоторую процедуру, как найти какой-нибудь из них. Конечно, может так оказаться, что у нас есть другие корни, те, которых мы не нашли. Понятно. Спасибо. На практике, конечно, когда вам нужно найти все корни, да, вы их каким-то образом локализуете. Ну, как бы, у вас нет гарантированного способа найти прям все корни, если вам функция задана как-то, и вам нужно численно найти все корни. Но, как правило, можно как-то локализовать их, понять, где они примерно находятся. А дальше, например, тем же самым делением отрезка пополам их найти с любой заданной точностью. Хорошо. Ну что, у нас... Так, значит, почему если LK стремится к C, то F от LK тоже стремится к F от C? Это непрерывность. Значит, мы знаем, что предел функции в точке равен значению функции в этой точке. Ну и плюс мы используем определение предела по гейна, которое говорит, что если у нас есть какая-то последовательность, которая стремится к C, то вот такой предел должен равняться пределу нашей функции в точке C. А предел функции в точке C равен значению функции в точке C по непрерывности? Таня, ответил? Значит, количество корней... Ну, про количество корней мы можем сказать следующее, что если функция монотонна, то у нее там точно один корень. А если больше, чем один корень, ну да, значит, функция не обязана быть монотонной. Ну, то есть, более того, обязана быть не монотонной. Если там несколько отделенных, скажем, если есть несколько изолированных корней. Получается, мы доказали непрерывность функции, когда взяли вторую половину отрезка и исследовали его? Сейчас, мы использовали. Значит, непрерывность мы предполагаем. Нам сказано в теореме, что если функция непрерывна, тогда, значит, она обладает корнем. Если функция непрерывна и принимает значение разных знаков на концах. Мы это использовали. Использовали мы это вот в этом месте. Доказали мы в конечном итоге то, что корень существует. То есть, использовали мы непрерывность в тот момент, когда перешли, в тот момент, когда сказали, что значение... Вот ровно вот в этом месте мы использовали непрерывность, потому что мы говорим, что у нас левый конец стремится к С, правый конец стремится к С. Ну, значит, значение функции в левом конце и в правом конце должно стремиться к значению функции в С, а с другой стороны они должны быть разных знаков. Ну, вот единственное, как это возможно сделать, это чтобы предельное значение равнялось бы нулю. Как ответил на вопрос по непрерывности? Вроде бы, да. А вот я еще на прошлый день все хотел спросить. Получается, непрерывность – это когда возле одной точки есть другие близкие к этой точке? Ну да, как бы непрерывность – это такое свойство, что если вы чуть-чуть меняете значение Х, то значение функции тоже меняется не сильно. Неформальная непрерывность – это вот про это. Ага, ладно. Михаил, я не понял ваш вопрос. Как мы перешли к рассмотрению отрезка с концами, с какими концами? Значит, почему нужно брать именно отрезок, а не интервал? Ну, про интервал не совсем понятно, как вы будете дальше действовать. Значит, нам важно то, что у нас получается именно система вложенных отрезков. Ну, как бы теоретически, если у вас изначально есть утверждение, что функция… Непонятно даже для интервала, непонятно даже, как сформулировать теорему. Потому что нам в формулировке теоремы важно, чтобы у функции были бы значения в точках А и Б. Какие они будут? Если функция непрерывно на интервале, но при этом не непрерывно на отрезке, тогда теорема просто не сработает, потому что у нас предельная точка, точка С, может оказаться в конце отрезка. И для нее, соответственно, она не будет принадлежать интервалу непрерывности. А если она не будет принадлежать интервалу непрерывности, для нее вот этот переход не пройдет. Значит, как мы перешли отрезки LKRK? Смотрите, мы выбрали последовательность отрезков таким образом, в соответствии с нашей процедурой. Брали исходный отрезок, делили пополам, выбирали одну из двух половинок и так далее. Получилась вот такая последовательность отрезков. Я обозначил концы этих отрезков через LKRK. Я говорю следующее. Вот у меня возникает такая последовательность вложенных отрезков. Вот у меня был мой исходный отрезок от A до B. Потом мы его поделили пополам. Здесь, допустим, X1. Допустим, я взял правую половинку. У меня получился вот такой новый отрезок. Вот это E2. Я его снова поделил пополам. Дальше я снова должен взять одну из двух половинок в зависимости от того, где там знаки разные. Но давайте считать, что я возьму вот эту половинку. Снова делю пополам. Беру, допустим, вот эту половинку. Снова делю пополам. Беру, например, вот эту половинку и так далее. В результате у меня получается, значит, у меня отрезочки все время сжимаются, сжимаются, сжимаются. И у них и существует единственная точка C, которая принадлежит всем этим отрезкам. Вот эта самая точка C и является искомой. Значит, вот это вот утверждение, это утверждение о том, что есть единственная точка, которая лежит во всех моих отрезках. Значит, если вы хотите вспомнить поподробнее про эту лямму, я выложил конспект, там, правда, пока иллюстрации нет, но конспект той лекции, где эта лямма доказывается, сейчас уже выложена на странице курса. Так, ну что, судя по всему, за одну оставшуюся минуту мы самостоятельно не напишем, так что давайте еще вопросы. Да, конспекты будут, я как раз планирую усиленно заняться написанием конспектов во время недели свободной от занятий. Отмотайте, пожалуйста, в самый верх на условия первой, самой первой теоремы. Условия самой первой теоремы, вот здесь, где мы, первой, вот этой теоремы. Да. Все, можно уматывать. Уматываем. Так. Будет консультация на следующей неделе, да, обязательно, она как раз консультуруется.